Президент Турции в парламенте по минутам расписал передвижение Джамали Хашоги и команды людей, прибывшие из Эль-Рияда. По данным Анкары, эти люди готовились к убийству. Они удалили носителей информации в системе наблюдения консульства, искали места для захоронения останков в пригороде Стамбула. Турция будет следить за этим инцидентом до конца. Всё, что потребуется международными законами, нашими законами, мы выполним. На самом деле я хотел бы сделать звонок, позвонить прежде всего королю Саудовской Аравии Салману и его администрации. Инцидент произошёл в Стамбуле. Моё предложение, чтобы эти 15 человек, плюс ещё трое, всего 18 арестованных, чтобы их судили в Стамбуле. С политической точки зрения важный вопрос сейчас, был ли умысел убивать журналиста. По версии Reuters, Хашоги задушили случайно. Его собирались заставить вернуться в Саудовскую Аравию, но не рассчитали силы. Якобы накануне журналист разговаривал по телефону с наследным принцем Бен Салманом. Хотели договориться по-хорошему. Чем его там и как пытались, так сказать, соблазнить, мы знать не можем. Но именно это главное, что была попытка убедить его вернуться в Риэт. Он отказался, опасаясь и ареста, и последующих возможных вариантов исхода. И начал сопротивляться. На фоне убийства Хашоги в Риаде открылся крупнейший на Ближнем Востоке инвестиционный форум. Из-за скандала от участия отказались многие политики и бизнесмены. На саммит не приехала глава МВФ Кристин Лагард и высокопоставленные чиновники ряда стран. А прибывшие главы международных корпораций отказались от выступлений. Крупные телесети решили не освещать события форума. Мы переживаем кризис, вызванный печальным и отвратительным инцидентом, имевшим место в Турции. Никто в королевстве не может это объяснить или тем более оправдать. Мы очень расстроены тем, что произошло. И, конечно, король дал понять, что будет расследование. Справедливость и возмездие настигнет виновных. Но королевство сейчас находится посреди исторической трансформации беспрецедентного масштаба. Между тем, Германия призывает Европу не продавать оружие Саудовской Аравии. По словам министра экономики Альтмайера, Берлин уже отказался от новых контрактов. Но если другие займут освободившееся место, никакого эффекта не будет. Об этом говорил и Ангела Меркель. Главное условие прекращения эмбарго — полноценное открытое расследование. Посмотрите на чудовищное событие, которое произошло в консульстве Саудовской Аравии в Турции. Необходимо все выяснить, пока не будет всех объяснений и не будет и экспорта оружия в Саудовскую Аравию. Я могу вас в этом заверить. Президент США Дональд Трамп Германию не поддержал и заявил, что есть другие меры наказания. По словам Трампа, гибель Хашоги — это заговор, который пошел не так. Но перед тем, как предпринимать что-то, необходимо все выяснить. Я говорил с наследным принцем. У нас прибыли люди в Саудовскую Аравию. Руководство разведки в Турции. Посмотрим, что они выяснят. К завтрашнему дню я много узнаю. Они вернутся или вечером, или завтра утром. Наши люди сейчас работают в Саудовской Аравии и Турции. Рияд — один из крупнейших покупателей американского оружия и один из ближайших союзников Вашингтона на Ближнем Востоке. Во многом на саудитов штаты опираются в противостоянии с Ираном. Получается, на одной чаше весов — архитектура международных отношений. На другой — расследование одного преступления. Здесь важнейший, может быть, аспект — это еще и обеспечение безопасности Израиля. Если Америка не будет крепко дружить с арабскими монархиями, то безопасность Израиля будет под большим, большим и все возрастающим вопросом. Выгода приобретателями этого скандала Александр Шумилин и ряд других экспертов называют американских демократов, которым в преддверии промежуточных выборов выгодно показать, Трамп готов вести дела даже с убийцами, если это выгодно. Роман Перл, RTVI.